В молодежном доме культуры 21 век по вечерам обычно тихо, но не сегодня. Анапские КВНщики, старички, как они сами себя называют, решили вспомнить былые времена. За 15 лет поменялся не только юмор, но и сами ребята. У них уже появились семьи и дети, но любовь к игре осталась неизменна. Посчастливилось мне участвовать, ну не участвовать, стоять, наверное, практически у самых истоков появления КВНа в Анапе. Команда «Опушка» у нас была. КВН живет и 23 числа, 23 ноября у нас пройдет такая юбилейная игра, где мы постарались собрать всех старичков, которые еще в себе, которые могут показать что-то на сцене. На репетиции ребята с особой теплотой делились друг с другом старыми воспоминаниями. КВНщикам было что вспомнить. На Новосибудицах наконец-то решили провести освещение. Освещение проведет сам митрополит Московский и вся Руси Алексий II. Девушкам в КВНе было действительно нелегко. Команду «Амазонки» это не смущало. Они одни из первых женских команд представляли наш город на играх КВН. Я от вас ухожу! Не надоело то, что вы надо мной издеваетесь! Лера, нет! Ты должна рядом быть, ты должна все просить. Зеркало ты на себя не смотри. Поколение «Некст», «Титаны туризма», «Маленькие люди», «Социальный заказ». И это далеко не весь список опытных команд. Иван Василькован и Роман Подоляк – КВНщики со стажем. С самого начала ребята стремились попасть в высшую лигу. В 2013 году мечта сбылась. В составе сборной Краснодарского края наши анапчане покоряли Москву. «Выходи, хан татарский! Триста лет ты, Русь-матушку! Сегодня мы тебя будем!» КВН – не просто игра. Это отдельный собственный мир. Ребята в предвкушении юбилейной игры. Ведь им снова посчастливится услышать «Мы начинаем КВН!» Ждать его!